добрый день я сейчас представлю предварительное ознакомление с результатами ознакомление с предварительными результатами согласно технического задания в браузерах на любых устройствах платформах этот дизайн отображается можете проверить можете проверить ссылочка вот она я дам ее в конце аз консульта инфобокс этот сайт сейчас сделан на техническом домене который можно приобрести на инфобоксе там у хостинга инфобокс возможности получше все работает надежно в последние версии со всеми сервисами продал сейчас я продолжу выйду из учетной записи марина петровна демонстрационные вот так и вот так вот дизайн пока в черновике вот тут текст картинки и прочее вот эти вот блоки информационные я еще не делал видео не размещал это просто демонстрация что может быть в плане дизайна это доступные курсы они могут крутиться перемещаться и футер пока еще не делал вот это вот я оставил ссылочку для того чтобы любой желающий мог описать проблему и сообщить они например выделив какой-то фрагмент он может кликнуть указать свою почту и отправить по почте как то что он считает не точно это не было в техническом задании это бонус можно даже не представляться и письмо мне придет в котором я увижу на какой странице какой именно фрагмент сделан неправильно так кроме того здесь имеется это можно убрать сервис доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья можно и заставить читать голосом ваш сайта выделить ссылки поменять контраст различные варианты большие буквы сделать и так далее чтобы убрать это нужно еще раз пройтись и галочка снялась то же самое здесь пройтись все галочка снялась это можно убрать можете ради рекламы оставить что у вас выполнение стандартов мирового уровня дальше здесь пока не чат от чат бот он позволяет ввести диалоги и вот пока он такой бот вася можно здесь пока еще так демонстрационный вариант можно поубирать лишнее ну например какие-то типовые вопросы он решить может и без участия человека например забыл пароль вот он говорит как это сделать или еще какие то вопросы можно суда в чат бот разместить этот же чат бот может подключать и реального человека то есть это гибрид не кстати он еще и может разговаривать вася привет так но это сейчас пока не будем рассматривать идем дальше можно заставить еще его и говорить голосом распознавать речь и так дизайн пока прорабатывается этот логотип поменяется возможности есть да и еще вот здесь вот этот вот блок кнопочка она позволяет свертывать и показывать блоки авторизация вот в этом замочке вот тут курсы даже при нажатии на ней ищется курс какой-нибудь курс если у вас их много будет и он их будет находить вот он нашел курс с описанием с показом кто преподаватели записью вот это вот я переведу категорию курсов так вот это тоже я переведу вот эта картиночка сразу говорю должна быть у каждого своя курса но стандартного размера это все обсуждается это входит в дизайн вот так вот можно еще и свертывать но перейдем к роли обучаемого он может теперь создать учетную запись вот здесь он прописывает все что необходимо тут я создал ссылку на пользовательское соглашение если она принимает он должен его нажать тут я не буду рассказывать после вид ввода всех данных будет письмо на его почту спам не попадет но тем не менее такое может быть мы об этом предупредим и что еще вот здесь наверное надо не имя а имя и отчество вот это я если вы считаете важным вот это исправлю если же он авторизован пользователь то он может нажать сюда вот так и если он сохранил запомнил свой логин пароль то автоматическим проставляется и не надо ничего пальцами вводить это в инструкции пользователю я расскажу для быстрой авторизации после нажатия на вход он получает два меню вот сейчас здесь только два меню я думаю тут еще будут какие-то меню в строке меню эта строка меню в этом дизайне видите вверху постоянно фиксируется никуда не уходит и в меню появляется вот первое автоматическое мои курсы это то куда он записан именно этот пользователь если он хочет делать свои собственные закладки чтобы долго не искать например те же оценки он может сюда и добавлять давайте рассмотрим работу обучаемого как он вот это вот курс я назвал его рассылки это чисто техническое техническое номинование тут проверял я рассылки вот что видит пользователь кликнув по иконке видит кто он он может изменить свои настройки персональные сообщения личный кабинет как обычно в него показываются недавно посещенные курсы сводка по успеваемости по всем курсов курсом вот так вот работает его личный кабинет но вернемся снова к демонстрационному курсу во первых я сюда в шапку вот это нестандартное решение разместил блок прогресса завершения элементов у вас очень много элементов мы сейчас к ним подойдем и вот этот блок он позволяет ввести самоконтроль при наведении на какой-то квадратик показывает что синий цвет это не выполнено тут же он может его открыть видно что выполнено если будут даты назначения какого-то задания то эти квадратики будут менять цвет на красный если дата просрочена вот такой блок его можно конечно убрать обычно его размещают где-то вот здесь сбоку вот видите вот этот бутербродик или как он гамбургер скрывает и раскрывает блоки иногда не нужны иногда не мешает вот здесь есть такая возможность это в инструкции преподавателю и обучаем ему я это все расскажу пока только говорю предварительные результаты далее значит а этот блок уходит вверх но он все равно постоянно виден на любой странице курса я так сделал чтобы ему напоминать вести самоконтроль вот этот вот элемент диалоги его по умолчанию в мудал нет но заданием было предложено создать такую возможность вести с куратором с преподавателем индивидуальное общение есть тут еще один сервис вот здесь можно в сообщении включить найти какого-то собеседника начать с ним переписываться начать с ним переписываться но вот например найти белоножки на зайти с ним в контакт вот вести с ним переписку и эти сообщения тоже будут пересылаться по почте но пока этот вариант не рассматриваю я создал вот этот диалог мы по моему будет более удобны для индивидуальных консультаций с преподавателями с кураторами с тьютерами сразу обратите внимание что система информирования которые говорили здесь работает вот например это кто у нас мария петровна 17 пока ее не было на сайте к ней пришло 17 уведомлений в том числе и по домашним заданиям преподаватель проверил что-то вот это вот уведомление если она их не хочет читать и снять метку она вот одним кликом это тоже буду рассказывать в инструк в инструктивных роликах вот так все снимается так вот она еще обрабатывается и все вот эти вот непрочтенные сообщения становятся становятся прочитанными вот видите галочки снять в то же время можно прямо отсюда посмотреть что было сделано например преподаватель на домашнее задание об этом поговорю попозже написал какой-то отзыв вот такой вот и при этом сохраняются попытки это я расскажу отдельно и так вернемся назад начнем продолжение с элемента диалога начнем продолжение вот этот сервис он не совсем четко переведен я его после вашего одобрения переведу он состоит следующим то что закрыто диалоги они могут быть не вечны они могут закрываться по желанию любой сторон здесь нету навязывания можно взять и закрыть дискуссию когда вопрос решен или уже он лишний вот например была такая дискуссия но она закрылась ее закрыл ее можно просмотреть что там было в переписке например тема вопроса текст вопроса и приложение файла вот то что нужно это чего нет вот здесь вот в этих персональных сообщений здесь нельзя включить приложение в виде файлов видно кто были участники это вот протокол переписки в диалоге двух человек преподавателя и обучаемого как работает этот диалог нужно создать вот здесь ножка сливается если вы одобрите его подкорректирую сделаю пробелы создать диалог очень просто нужно нажать на создание вот это тоже переведу поиск потенциальных собеседников например по букве б сразу доходит человека и его выбирает в качестве собеседника а дальше очень прошу просто пишется тема вопрос по оценкам это темы обсуждения с этим человеком и здесь пишется уже сам текст этой беседы при необходимости сюда можно приложить файл методом drag and drop или вот нажать сюда по кнопочке я сейчас покажу какой-нибудь файлик ну вот фотографию меня же самого и после этого есть три варианта отмена понятно сохранить как черновик то есть вы не сразу хотите вы еще думаете что здесь вы хотите написать но уже какую-то мысль зафиксировали как черновик не сразу отправляете и вот у вас это черновик разговора уже готов видно когда вы его создали если необходимо его откорректировать и отправить вы это делаете откорректировали темы тоже можете откорректировать приложение уже имеется и вы отправляете что происходит дальше то чего не было раньше после того как вы вот это сейчас открытые диалоги тут надо перевести открытые диалоги а это закрытые диалоги после того как вы это сделали по идее должно прийти уведомление на почту тому человеку которому вы написали вот прозвенел колокольчик это в браузере другому же вот у преподавателя видите появилось сообщение то есть не прошло и там двух минут где-то минута и через какое-то время преподавателю было направлено письмо следующее содержание шапка и точнее заголовок письма мария петровна демонстрация этой фамилии отправила новое сообщение ваш разговор собеседника ну тут ваш я могу исправить все вот этот текст и вы может и преподаватель может посмотреть его сразу в мудл тут бы я написал посмотреть диалог на сайте и вот и вот наш преподаватель зашел и видит следующую картину что по этому диалогу у него одно непрочитанное сообщение тут одно тут это удобно для контроля чтобы он отвечал кроме того у него еще и здесь колокольчики на всякий случай появилась новое сообщение так стоп это сообщение о домашних заданиях это чуть-чуть другое извините вот здесь вот нестыковочка из диалога сообщение вот здесь не появляется это тоже нужно в инструкции пояснить все остальное вот по домашним заданиям кто-то отправлял вот тут она есть что делать преподаватель во первых он может посмотреть что там было закрыто вспомнить ну вот это было закрыто ранее но протокол остался то что открыто какие диалоги так вот это вот давайте я сейчас выключу режим редактирования чтобы вам было лучше понятно я в этом курсе завершу редактирование вернусь в диалоге обновлю и ведь стал нормальный вид стал нормальный и так я хочу посмотреть вижу что она пишет вот эта тема ее дискуссии вот ее текст самой дискуссии вот с кем мы говорим там по моему можно еще добавлять я сейчас не помню по можно даже и втроем собираться в четвером добавлять еще но я не про не помню и тут преподаватель может написать ответ спасибо и так далее пишет ответ приложить уже свой какой-то файл загрузить файл выберите файл так тоже можно выбирать файлы например вот этот скриншот загрузить вот он предлагается и тоже отправить отправить вот видите тут же про вот тут быстро сработало письмо ушло и видно что эта дискуссия это обсуждение не имеет не прочитанных сообщений возвращаемся к нашей марии петровне если обновить это же диалог то мы увидим что а теперь она не прочитала от юрия николаевича ответ вот название дискуссии вот у текста может ответить и отвечает здесь отвечает спасибо естественно после ответа также придет письмо этому преподавать вот уже что-то пикнуло сейчас вот уже про про звенел колокольчик и вот мария петровна отправила сообщение преподавателю то есть этот сервис работает я обещал я сделал это узкое место уведомление обратная связь никуда в спам не попадает кроме того еще может быть анализ вот здесь вот анализ я вижу если вдруг кто-то там спорный вопрос будет а я не получала и письма не было то у нас есть сервис протокол доставки всех писем где можно будет посмотреть не просто факт получения письма доставки но и фактор то что это письмо прочитано вот это очень важно вот это доставлено но не прочитано возвращаемся к нашему на диалогу теперь мария петровна вопрос по оценкам обсудила и она хочет его закрыть у нее есть опция и открыть его возобновить но если она получила полностью ответ в об тема исчерпана она сама может быть инициатором закрытия этого разговора этого диалога вот так работает этот сервис и он попал вот этот наш вопрос по оценкам попал закрытые темы вот тут я переведу закрытые а диалоги и открыт так хорошо идем дальше группы пользователей я ставлю плюс их может быть бесконечное количество администраторы до кураторы до это надо смотреть уже конкретно по перса по персонам ученики без обратной связи без возможности комментирования до это встроена это тоже встроена зависимости от того каким группам будут элементы то это так и будет материалы курсов до начать правим его я после того как у вас будут ваши ролики новые или старые мы это должны определиться я их напимил залью в том числе и аудиотекст картинки но они по они сделаны youtube тоже по умолчанию сделаны просто ссылку на youtube вставляется на мудал он сам ее преобразует во фрейм или в окно для просмотра элементарно берете ссылку и вставлять потом ставлю знак плюс определенным курсом и функциям обратная связь по домашним задам ну это все делается встроенными функциями поэтому ставлю плюс это надо просто объяснять показывать регистрацию самостоятельно я сделал давайте я выйду еще раз выход и при нажатии сюда вот она а я уже показал создается учетная запись поэтому есть коммуникации на платформе возможность писать личные сообщения только что показал чата нет начата нет чат мудал есть но он требует синхронную работу что все пришли и все писали если ты ушел но это как telegram потом разбираться кто чё писал очень неудобно лучше всего форум форум чат здесь не будет никакой пользы давать хотя он мудал есть да 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 вы можете так еще раз я зайти ведь как быстро авторизация делается в два клика зайти в свой курс и вы можете делать что форуме объявления обучаемый имеет право ответить вот и проверял вы можете ответить причем братья внимание форум древовидный вы отвечаете вот здесь этому человеку а не тут это важно для сохранения логики дискуссии ответ можно причем ответить приватно вот это можно перевести если надо тогда кроме марии петровны никто этого не увидит то есть в этом общем форме можно провести приватную переписку а если нужно расширенную форму то в этом случае можно применять форматирование ставку ссылок если нужно автоматически в этом форуме в этом форуме объявлений все подписаны потому что это главный форум курса в других форумах может быть выборочная переписка это мы можем обсуждать вложение понятно можно поставить теги например дз домашнее задание видите теги с помощью этих тега потом легче делать поиск для тех или иных случаев это отдельная тема и и не было в тазе это можно рассмотреть и если видите был сделан отступ то есть мария петровна отвечала не вот этому а вот вот этому той сама сама себе и отвечала какое-то дополнение вот так работает форум если форум в мудал настроен правильно то опять же должна прийти должно прийти уведомление по почте но здесь здесь нужно выждать тут я выставил минуту по умолчанию там было 30 минут чтобы было было более живое общение быстрее все уходило то я сократил в 30 раз чтобы письмо уходило быстрее то есть она пикнет не сразу меньше минуты выставить невозможно ну это дань фейсбуку телеграмм соц сетям сохраняя ускорить время коммуникации ждем пока она пикнет по почте значит с форумами разобрались оповещение с очень больной вопрос я его вам решил это стоит напомню я плачу 500 рублей вас угощаю ежемесячно это мой бонус несколько месяцев три месяца минимум я вам эту опцию предоставляю дальше будем разговаривать зависимость от того как мы будем совместно работать если вы будете продолжать делать какие-то заказы то эту опцию я вам буду сохранять напомню рассылка по email не входит в комплект модалл она приобретается дополнительно то что делалось на моду бесплатно попадала в спам или вообще никуда не отправлялась вот это письмо пикнула сейчас она здесь тоже пикнет по почте от марии петровны сейчас она должна прийти далее что касается внешнего вида я показал макет да все это можно сделать вот видите от марии петровны уже задержкой пришло письмо вот она причем два письма вот это письмо мария петровна вот и и видите аватар чик по почте пришел название темы но там тема такая вот текст и вот здесь особенно преподавателям важное да и не только я буду в инструкциях это говорить дайджест когда пойдет активная переписка ваш ящик может переполнится переполнится но вы можете сделать получение одного дайджеста за сутки вот сюда по карандашику тип без дайджеста сейчас именно вот здесь в этих новостях в этом курсе вы берете и меняете полное сообщение одним письмом вся переписка придет вам на почту или только темы более короткое письмо и вы смотрите что вам читать что не читать вот так вот регулируется этот момент дальше идем это все интерфейс понятный удобный форма обратной связи я сейчас поставил только вот этого бота с интеллектуальной поддержкой он сам понимает что его спрашивают и догадывается можно поставлю поставить сюда еще чистая человеческого чата техподдержки посмотрим как вам лучше ну например у меня где-то например у меня есть сайт такая здесь уже убрал давайте какой-нибудь другой сайт как устроена как устроена работа техподдержки это не то это не мой сайт вот вот сайт на модул и вот у него вкладочка помощь вот так вот придет письмо если я сплю меня нет или прям в реальности времени я отвечу это тоже модул региональный крупный проект в котором я участвовал и тут другая тема оформления тут тоже мои курсы есть но это уже другой вопрос далее по заданию настройка cookies и соглашению так вот здесь у меня здесь я еще не закончил будет такая так где-то у меня есть похоже не помню на каком из сайта похоже есть где внизу появляется сообщение с предложением ознакомиться вот она его можно продолжить или закрыть по крестику само соглашение прочитать вот это тоже вот так вот если вам нравится я вот такое сделаю дальше идем не по заданию cookies я считаю что есть перенос доменного имени я предлагаю вас там в мае заканчивается по моему тот хостинг там небольшие деньги предлагаю перенести на инфобокс пока что вы будете видеть сайт на техническом временном домен и кстати он вполне рабочий а его можно и не оплачивать он бесплатный вот этот под домен или приобрести какой-нибудь а за консалт . инфо или чем подобное дешевые но учтите что все дешевые вот эти домены они через год в цене вырастают в несколько раз и то что купили за 150 рублей может стоить полторы-две тысячи рублей на следующий год я предлагаю не спешить название доменного имени на обучение никакой роли не влияет на маркетинг это другое у вас есть продающий сайт а обучающий может быть и на этом сэкономить или сделать это позже примите решение я сделаю учебный процесс на платформе доступ ко всей базе ну это есть все что ссылки есть туда и автоматически есть доступ ограничены во времени по времени он строен давайте я на вернусь вернусь на курс у него вот смотрите как в управлении обучением вот здесь есть ссылочка новая и редактировать настройки курса и здесь выставляется даты даты начала окончания вот и все поэтому я ставлю плюс ограниченный во времени не ограничены значит галочки снимается он становится не ограничены есть вариант когда ограниченность не по датам а пока по периодам если надо сделают допустим на 30 дней они до какого-то там числа доступ сразу ко всем разумеется вот этого нет если сделать условный доступ пока не освоишь вот это даже напишу плюс-минус если нужно условный доступ то это есть а вот по прошествии определенного времени принципе тоже есть но не по да там точнее не по периодам а то же по датам давайте я отменю посмотрите как это делается если например у меня вот в этой секции я преподаватель хочу чтобы презентация к занятию была вот а вот 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 эти меточки видите здесь пунктирная линия это значит что метка выполнение ставится автоматически а вот это ставится вручную это тоже можно менять это уже к управлению относится так вот если я хочу чтобы на презентация к занятию было так назад извините назад pdf смотрится давайте я включу режим редактирования покажу что это действительно работает и это я готов изложить в инструкциях необходимо отредактировать настройки доступа не автоматически в модул есть вот ограничение доступа выставляется ограничение например пока не завершить элемент не просмотришь запись вебинара по теме один не будет доступна причем тут можно еще сделать гола выключить этот глаз и тогда ограничение не будет видно давайте я это продемонстрирую так сохраняю иду к обучаемому и открываю вот этот вот это же курс глазами обучаемого он открывает первую тему обрати внимание что я выбрал показ не длинный колбасой как часто делает модуль а по темам или по секциям вот пока он почему-то не сработало должен быть отмечен как выполнен а если он сюда хочет зайти так пауза они все нормально вот а пока он не просмотрит запись вебинара по теме 1 обучаемый не видит эту презентацию давайте проверим нажимает на запись вебинара по теме 1 не важно сколько времени он ее будет смотреть вот он ее смотрит и когда он ее просмотрит он моментально увидит доступ к этой презентации вот можно уже здесь увидеть или давайте вернемся по этим хлебным крошкам назад и увидим что сработало вот презентация появилась потому что здесь стало видно метка второй вариант инструкции презентации будет вот это видит администратор да такое ограничение я его кстати укоротил второй вариант ограничений когда эти ограничения показываются явным образом давайте я вот дополнительным материалом сейчас тоже выставлю ограничения это все пока предварительное ознакомление условный доступ ограничение доступа ограничение доступа в зависимости от завершения или от даты я выбираю элемент после просмотра записи вебинара или презентации как посмотрит вот теперь я глаз не закрываю в этом случае я как преподаватель вижу что такое ограничение появилось а если мы обновим страничку у студента то увидим что у него будет явным образом написано что элемент презентация к занятию сначала надо посмотреть а потом увидеть дополнительные материалы и как только он откроет вот я его сейчас откроет этот материал вот он его открыл давайте я его обновлю так ну с pdf файлом почему-то не срабатывает а тут надо было вручную а я понял все это срабатывает здесь нужно было выставить условия условия выполнение 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 элемента курса не как самостоятельно давайте разблокирую эти настройки а обязательно просмотреть все будет работать не вручную а при выполнении условий он должен просмотреть давайте еще раз проверим обновляю страничку у студента видно что она серая я открываю презентацию читаю ее возвращаюсь обратно и сработало появилась меточка что выполнен этот элемент вот теперь у меня доступна то есть условный доступ про который говорится в задании он есть но вот именно по понедельникам нет через каждые два-три дня такой опции нет я даже и не понимаю зачем это было придумано с чисто с методической или с управленческой точки зрения так доступ к следующему уроку тоже уже продемонстрировал после ответа куратора я сразу поставлю есть давайте посмотрим работу куратора например нужно выполнить домашнее задание обучаемый видит что сделать вот это пишется должно быть расписано очень хорошо автором курса ваше первое практическое задание о чем не сказано в виде файлов какого формата любого формата вот тут желательно все прописывать вот это вот чисто методический вопрос вот тут я кое-что подредактировал например вот это изменено тут уже что-то лежит и комментарии есть я тут чуть-чуть подправил модуль без уведомления по почте то есть это внутреннее обсуждение которое не рассылается модуль в модуль по почте прошу позвонить то есть это какие-то дополнительные сведения по вопросу вашего поручения ну например это не относится к непосредственному управлению вот это а относится к взаимодействию узкого такого формата это не форум это не будет появляться вот здесь нигде и вот так появится комментарий кто когда и автор может этот комментарий удалить вот что касается комментариев так вы там писали что с комментариями непонятно вот здесь мы видим вариант задания которое уже оценено студент видит что оценили студент имеет право редактировать ответ преподаватель ему такое да если такие оценки были ранее то вот это тоже исправил было непонятно в модуле написано какое-то резюме ответа я написал более понятно результат выполнения который включает оценку например 50 баллов из 100 время и дату оценки а не просто оценили оценка в кто исполнил вот эту оценку видно и текст вот это вот принципиально отзыв на задание не комментарий чтобы не было путаница а отзыв так принято в образовании писать отзыв и тут какой-то длинный отзыв давайте это мы рассмотрели вариант уже выполненного домашнего задания давайте посмотрим другое какое-нибудь прямо вот здесь ну например дз5 отсюда хочет обучаемый разместить мы видим что попытка первая что написано вот тут кратко написано повторюсь тут надо бы поподробнее писать можно даже приложить образец исследование конкурентов так легче будет работать и более целенаправленно будет работа не оценено и вы добавляете как обучаемый свое задание исследование конкурентов здесь какая-то какой-то текст какой-то текст может быть и файлы как они размещаются я уже показал drag and drop не буду повторять и сохранить соответственно вот это домашнее задание будет видит преподаватель но оно находится в состоянии черновика почему-то так решил автор этого задания что сдается не сразу а по частям вот отправит на проверку сначала черновик например студент собирает размещает никуда не отправляет так решил автор вот этого задания вот он так разместил что видит наш преподаватель по этому заданию я потом тоже сделаю подробные инструкции для методистов и преподаватель преподаватель видит что черновик один уже готов но задания ни одного нет и оценивать нечего но как только обучаемый решит что все хватит работы с черновиком отправить его модул спросит это тоже буду писать инструкцию вы уверены да вот там уже пикает на почту сообщение и так оно стало таким зелененьким но оно не оценено комментарий пока не написал смысла в комментарии здесь для обучаемого особого нет потому что все что нужно он уже сделал в своем задании он провел исследование файлы приложил и там все высказал все что необходимо мы слышим звуки как почта работает и как только преподаватель обновит он увидит что появилось одно задание черновиков уже нет кроме того у преподавателя выскакивает вот тут сообщение что Мария Петровна 45 секунд назад отправила домашние задания вот оно полноценное управление обучением и тут уведомления и тут видно что надо оценивать и на почту пришло и если еще мы зайдем в этот курс я туда добавил так завершу редактирование для преподавателей очень важный блок которого по умолчанию нет так завершить редактирование сейчас оно завершится и мы посмотрим на этот вот он замечательный блок давайте покрупнее чуть-чуть сделаю control кстати размер шрифтов можно менять и размер и вид шрифта и вот видно что в блоке проверь меня а его видят только преподаватели и кураторы и ассистенты видно что по ДЗ 5 одна непроверенная работа и нужно кликать и на по ДЗ 5 а не по студенту если по студенту то мы увидим персональные данные что это за человек но если мы захотим проверить как преподаватели мы нажимаем по ДЗ 5 и вот написано пояснение что сделать вот тут есть правил тоже мудал сводная ведомость так звучит более понятно студенты это задание видят то есть вот саму эту ссылку видят сколько обучаемых сколько черновиков это для анализа как идет подготовка там как черновики пишется не пишется подтолкнуть их там попросить действовать оперативнее сколько ответов один и сколько из них оценено тоже один вот здесь я буду создавать инструкцию просмотреть все ответы а лучше сразу перейти к оценке тут же появляется первый неоцененный студент это Мария Петровна демонстрация это ее фамилия не оценено красным понятно это текст для преподавателей студента один и тот же я его тоже модифицировал комментарии здесь пока неуместны ну я честно говоря вижу небольшой смысл тоже вид обратной связи но здесь главная оценка например 80 баллов из 100 отзыв очень важен отзыв отличная работа мои рекомендации ну как обычно сообщить студентам в настройках вот этого задания в настройках этого задания не была включена галочка приложить файл поэтому преподаватель файл приложить не может это все относится к настройкам вот здесь шестеренка есть эта опция почему-то преподаватель здесь ее не включил прежде чем нажать сохранить я тоже вот эту фразу модифицировал каковы настройки разрешать новые попытки вручную то есть я как преподаватель могу разрешать или не разрешать эти попытки ну если он плохо выполнил я могу еще дать попытки вот эти сейчас стоит неограниченно на самом деле они выставляются их ограничения например две попытки выставляются также в настройках курса все тут логично это первая попытка то есть преподаватель видит что это его первая попытка если он хочет оставить да и нажимает сохранить при нажатой по умолчанию галочки сообщить студентам то все сохранено а уже оценка стоит и можно показать следующего ну следующего там больше никого нет теперь как отсюда выйти обратно нужно нажать или на ссылку курса или на ссылку задания или просмотреть все ответы вот это вот форма все ответы она часто путает запутывает ну вот здесь вот не вмещается вот тут этот гамбургер лучше включить и вот сейчас хорошо вмещается значит а здесь что ну понятно кто кстати изображение можно скрыть как и любой этот элемент оставить только фамилии места стало больше а оценку можно исправить или отредактировать вот если там нужно включить попытку вот здесь можно не только обновить оценку но еще будет одно действие добавить попытку и комментариев нет вот текст исследования есть текст самого ответа есть если он длинный он сюда не вместится его можно вот так по лупе отдельно просмотреть отзыв на задание пока отсутствует потому что это задание отправлено на возможную доработку статус возобновлено и если мы посмотрим снова к студенту обновим это же самое задание то увидим что не оценено 80 баллов стоит но еще еще решение нет и вот тут вот вы можете как обучаемый или эту попытку использовать там что-то доработать вот тут я сделал длинную свою редакцию или добавить новую попытку с чистого листа вот такие вот содержательные элементы я думаю что тут нет ничего такого сложного если хорошо объяснить методистом и куратором состояние ответа это полезная информация потому что тут речь идет о нескольких показателях вот тут попыток может быть несколько они тоже нужны и для студента и для куратора для тьютера преподавателя все это важно я это все расскажу так что там у нас еще по системе оценок я ставлю знак плюс вот этот вот не готово доработано сделано шкалу оценивания я вынес давайте я покажу ну лучше всего как я покажу давайте я это задание отредактирую я в администрирование платформы во первых добавил новую шкалу для всего сайта в группе оценок шкалы я добавил новую шкалу вот она не готова доработать сделано она не используется ее можно отредактировать а делается вот так делается вот так если вам потребуется новая шкала например в виде сердечек там чего угодно вы добавляете вот сюда в шкалу эти варианты через запятую тут пишите название описание это чисто информация и у вас появляется новая шкала как она работает работает в курсе давайте я сейчас покажу в принципе тут все очень просто в редакции настроек этого задания вы в разделе оценка выбираете не баллы а шкалы обрати внимание что поскольку оценки уже стоят то изменить в этом случае Moodle не дает надо все оценки уничтожить чтобы изменить вот эту систему оценивания если если бы оценка где была то тут была бы вот эта шкала которую вы просили она выполнена шкала под названием не готова доработать сделано и эта оценка будет видна и обучаемым и всем остальным по оценкам баллы за задание так мониторинг сводный результат он есть давайте мы покажем как он выглядит у студента на любой странице курса есть вот такой вот необычный раздел ссылочка управление обучением и тут есть оценки так это мы видим глазами преподавателя а глазами студента вот так управление обучение ведь у него меньше элементов он видит кто у него преподаватель может с ним связаться ну правда тут написано учитель по умолчанию можно менять тренер куратор у вас там тоже там было видит что здесь освоено видит какие оценки видит общую процентовку освоения сразу значков у него нет но они могут быть компетенции вот тут надо убрать я хотел отдельно предложить измерение компетенции в модуле есть но вы их не применяете и мало кто их применяет в россии по моему кроме меня меня никто не применяет а вот оценки здесь очень хороши компетенции надо убрать если вы их не используете вот то что мария петровна видит кроме вот этого прогресса она видит обзорный отчет который сейчас не применял во первых тут все идет по стобальной шкале по стобальной шкале где-то оценки есть они у вас суммируются все эти оценки показывается в процентах это хорошо что 90 баллов это 90 процентов от максимальной а если по вкладу в общий курс то вот это задание дало ему 15 процентов его успеха а это задание 8,33 вот вот так он видит свои результаты во вкладочке обзорный отчет он видит обзор своей успеваемости по всем его курсам вот по этому курсу у него такая оценка ее можно регулировать это отдельная тема можно все привести к пятибалльной шкале за счет усреднения или перевода 100 баллов пяти это говорить обсудим отдельно это тоже важный вопрос за этот курс с тайником у него пока оценок нет преподаватель видит оценки уже гораздо интереснее вот этот отчет по оценкам здесь нету групп но это демонстрационный курс давайте вот этот я видите как важно вот эти убирать блоки при анализе обрати внимание что при движении вправо фамилия остается на месте вот это я так сделал что не уезжает а ваш курс маркетинг давайте мы его найдем посмотрим так это не туда это надо не туда а вот сюда полупим марк даже и не полностью если нажать вот он маркетинг нашел если в вашем курсе смотреть вот я там уже начал там живые реальные студенты в управлении обучением оценки 27 реальных человек то вот тут появляются фильтры по группам вот в этой группе было 11 человек вот они здесь ну мария петровна там для мебели для проверки для тестирования и здесь видит куратор преподаватель давайте нажму на F11 такие вещи лучше и вот он может так вот двигаться видеть я двигаю а вот это вот колоночка у меня зафиксировано очень важно видны оценки так дальше вот эти все записи вебинара длинные названия я буду предлагать делать на короткие дз1 дз2 там дз со звездочкой из этих можно со звездочкой это те которые платники отдельно тогда эта гигантская таблица станет более компактной более того ведь какая она у вас я тут уже некоторые переименовал итоговую оценку я вынес вперед она у вас была в конце там непонятно где я буду предлагать группировать вот эти все ой не могу остановить вот эти все задания их очень сложно анализировать их можно собирать в категории например модуль первый там 4-5 отдельных заданий модуль второй и у каждого модуля своя итоговая оценочка которая приводится к итоговой потому что эту гигантскую ведомость очень тяжело смотреть это тоже обсуждается вам для сведения это видит преподаватель он видит общую оценку средние по группе пока тут нечего может их сортировать соответственно кто самые у нас отстающие или наоборот а итоговой оценки сейчас ни у кого и нету почему то почему то это я все импортировал из вашего вот собранной связи у этих вот в этих оценки есть вот видно среднее по группе общее среднее с учетом всех групп когда у вас много групп тут разные могут быть оценки и тут можно сортировать пока кто самый выдающийся у нас Наталья Мехкова чемпион и самая худшая Мария Губина которая по-моему является куратором ее здесь быть вообще не должно с оценками я потом тоже это буду отдельно пояснять и так по мониторинг результатов есть причем очень подробный можно вас там тестов нет в тестах еще больше аналитики так домашние задания у нас выполнены любые файлы так комментирование заданий есть но я объяснил что комментарии по почте не рассылаются они простые и удобные но если нужно общаться с куратором надо идти в диалог там там нужно все это делать понятное окно я его расшил подкорректировал ссылочки можете посмотреть задание в форуме а не в комментариях потому что там нету рассылки как оставлять комментарии но это продолжение того же приложение любого файла работает я проверил в каком-то из заданий включена кнопочка прилагать файл от куратора работает студент получит не помню в каком из заданий есть такое где давайте откроем любое задание например dz2 и тут нужно было посмотреть ролик и его если отредактировать не курс а настройки задания обратим внимание это тоже в инструкции будет сказано типы отзывов видите здесь нету вот это ссылочки кнопочки отзывы в виде файла встроенный комментарий давайте включим да и посмотрим какой будет результат в этой ссылочке ни одного задания нет мы его сейчас это какое dz2 передадим нашей марии петровне она добавляет ответ на задание вот эту кстати загрузку можно убрать добавляет в виде файлов никакого текста видите здесь не было настройках только файл файл значит файл она этот файл передает какая-то графическая работа допустим преподаватель обновляет страничку увидел что уже одна оценка есть он видит эту картинку так что-то тут на ней рисует кстати я не знаю как это на ней что-то рисует в виде файла ставит оценку так пишет свой ответ отзыв точнее сообщение студентам сохранить все теперь наш студент получил вот эту возможность обновляет страничку видит так 80 баллов а это бочарникова извините я не ту не ту оценил не ту оценил бочарниковой придет сейчас уведомление это зря она не поймет уходим отсюда не маркетинг экспресс этот демонстрационный ну бочарникова мне что-то пришлет так на дз2 вот здесь если вот требуется оценка не видно что здесь можно приложить файл вот сюда по карандашику включаем в разделе вот здесь можно выбрать вот эту шкалу не готова доработать сделано а в типах отзывов отзыв в виде файла включаем и сохраняем и оцениваем 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 оцениванием что-то пишем оценку сделано вот уже новая шкала работает пишется отзыв что надо доработать и вот тут уже файл можно приложить методом перетаскивания или выбора из проводника выбирается нужный файл загружается вот он тут есть и сохранить студент Мария Петровна получит эту оценку по почте и увидит ее идем обратно сюда вот моментально письмо пришло Марии Петровне она открывает вот эту ссылку кстати видео я буду предлагать выносить в отдельный пункт по структуре сейчас к этому тоже вернусь обратите внимание что Мария Петровна видит вот здесь галочку она поставилась вручную а должна ставится преподавателем то есть тут неправильно настройка была выстроена не вручную а после получения оценки это тоже все я буду исправлять итак оценка есть ответ вот то что состояние ответа направлял студент оценка есть а результат выполнил задание вот он оценка доработать вот она время время оценки кто оценил какой отзыв вот у длинный текст отзыва и еще отзыв видеофайла вот этот файл студент может посмотреть то есть все это отработано возвращаемся к нашему техническому заданию так мониторинг есть идем дальше по заданию комментарии я сказал не уведомляются это надо только в форуме или в диалогах писать и тогда будет отсылаться модул комментарии не рассылает вот на это я в инструкциях обращу внимание они комментарии носят такой полу вспомогательный момент потому что в задании все написано уже и в отзыве все написано если надо отдельно обсуждать это и надо идти в диалог по обратная связь не всегда видны комментарии ну это уже уже было сказано ошибку сохранение я устранил показал что файл сохраняется никакой старой версии не надо у вас самая последняя версия сейчас стоит вот эти вот таблицу с багами я уже видел посмотрел значит я прошу утвердить вариант общей так сказать общей компоновки картинки я подберу утверждить шаблон предложен ну так вот плюс-минус я считаю что платформа настроена надо только вам сказать тестовый курс я залил я скажу сразу пока не забыл по структуре курса я увидел что вы делали так вот этот курс я отделил задание от ролика во первых видите я сделал первый раздел второй вот эти темы не уроки у вас там уроки в школе в обучении взрослых уроков нет есть занятия но я не стал снова писать занятия просто цифра 1 и вот смотрите запись вебинара отдельно это отдельная смысловая часть презентация отдельно все они сопровождаются такими меточками для анализа по шагам домашние задания отдельно здесь дз со звездочкой я вот так вот сократил в вашем курсе оно разделяется для разных групп это нормально но вот вот такую композицию занятия я предлагаю одобрить вот он сначала смотрит запись этого вебинара вы очень хорошо проводите хорошо расписано по навигации он может перейти сразу к следующему элементу например презентации или отсюда вот это тоже буду говорить в инструкциях как делать как применяется навигация вот он переходит вот я предлагаю такую одобрить композицию курса здесь он скачет презентации файл может скачать очень хорошо прошу утвердить то есть тестовый курс залит инструкции я буду вот так же записывать делать пока вот в такую длинную новый курс то что у меня был вот тут я не знаю что значит новый я пока вижу старый вот я со старой могу из старого сделать конфетку такую же новую с группами да доступы да только вот тут желательно бы сказать кто кем конкретно будет для каких групп абстрактно это можно но лучше сделать конкретно кто куратор каким группам кто должен иметь доступ так это все есть личный кабинет он тут есть вот он личный кабинет есть я уже показывал в нем недавно посещенные курсы и сводка по курсам в процентах видно как он дышит как у него тут идет обучение это вот его личный кабинет тестирование ну в принципе вы тестирование увидели своими глазами я сейчас логин и параллит дам на этом пока все что я хотел сказать что-то может быть забыл задавать вопросы я отвечу у меня вопросы вот что здесь шапки писать мне кажется тут надо раскрыть название учебный портал или образовательный портал компании Асконсал спасибо за внимание до свидания